Доброе утро! Доброго спортивного утра! Я бы сказала, у микрофона Ксения Островская. Вы на подкасте «Из города в горы. Истории Розы Спрингс». И у нас сегодня действительно оно бодрое. Почему? Потому что в качестве спикеров и экспертов у нас довольно-таки известная семья Оксаны и Дмитрия Ешанькиных. Оксана – это мастер спорта международного класса, абсолютная чемпионка по спортивной гимнастике России и Европы. А Дмитрий – заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта России. Разговор у нас сегодня пойдет бодрячком, как вы понимаете. Но, знаете, мы решили такой провести эксперимент. Несмотря на то, что это семья, несмотря на то, что они всегда в паре и в кадре вдвоем, но здесь мы решили провести такой эксперимент. Сначала мы поговорим с Оксаной, а потом те же вопросы зададим Дмитрию. А вы, дорогие слушатели, уже сможете понять, насколько эта семья спортивная на одной волне, насколько их вопросы отличаются. Итак, я с удовольствием представляю вам Оксану. Доброе утро, Оксана! Доброе утро! Всем-всем доброе утро! Какое оно, бодрое утро в горах Роза Спрингс? О, оно прекрасное! Мы вчера поздно вечером прилетели. Сегодня я проснулась, открыла окно, шторки, увидела эти горы прекрасные. Мы очень часто приезжаем в этот отель, и получается, что в прошлый раз я открывала окно и видела снег, видела, как мои дети с мужем катаются прямо как раз передо мной. А сейчас мы открыли окно, и я увидела вот эти вот горы зеленые. Я просто очень люблю природу, и когда она вот так вот меняется, это какая-то сказка. Прям виды из этого отеля, они вообще изумительные. Мы в самом лучшем отеле находимся. Это точно. Да, мне сразу же хочется зайти с последнего вопроса. А почему вы выбираете Роза Спрингс? По каким причинам? Я очень люблю, повторюсь, очень люблю природу. Мне нравится тепло. Мне не нравится холод, но мне нравится тепло. Но когда сильно тепло, я задыхаюсь от этого. Поэтому приехав на море, ты находишься, вроде бы на море приехал, да? А потом раз, приезжаешь в горы, в этот отель, и ты уже совершенно в другом климате находишься. Вот в этом горном, этот горный запах, этот насыщенный воздух и такие красоты. Вот в один день ты можешь поменять картинку и ощущение чувства вот этого температуры. Это замечательно. Наверное, из всех мест, где бы мы ни были, а мы были во многих местах, этот отель, он самый такой душевный, самый нежный, приятный для именно души. Понимаете, когда душа, она в спокойствии, вот здесь она в спокойствии находится для меня. Вот поэтому это место, оно для меня такое определенно загадочное. Ну это как раз, наверное, о концепции life balance. То есть тут совокупность вот и действительно жизнь, вот это вот, да, все красоты природы, вот эта вот семейственность какая-то, и баланс вот этого вот активного образа жизни, спорта. 100%, потому что действительно в этом отеле с самого утра вы можете уже встать зимой там на лыжи, да, и пойти кататься, а летом обязательно тут идут какие-то активити для проживающих, там какие-то по тропам можно походить уже с самого утра, зарядки, йоги, все, что нужно для здоровья уже включено. Прямо вот с самого утра и до вечера вы все время в подвижности, все время в спорте, и хотите, занимайтесь этим, не хотите, просто сели, поднялись на горы, посмотрели на красоты, и также немножечко пешим походили, и уже какое-то движение есть. Поэтому здесь ты не располниешь, можно сказать, в этом отеле, отдыхая, а всегда в движении и всегда в форме будешь. Да, это очень важно, несмотря на вкусные просто завтраки, обеды, ужины, которые там в ресторане готовятся, ты действительно можешь вот этот баланс как-то контролировать, кому это сложно делать в повседневной жизни, там все условия для этого точно есть. Я тогда еще хочу сразу же спросить про концепцию life balance, вот насколько она, ну скажем так, применима в семье спортсменов, это, конечно, странный вопрос, потому что заведомо есть ответ, но хочется понять какие-то, может быть, лайфхаки или какие-то секретики, да, спортивной семьи, потому что ведь все-таки life balance и спорт там должен присутствовать в такой семье. Ну, знаете, я же начну, наверное, с самого начала, так как я гимнастка, и я с самого детства, вот уже там с пяти лет всегда была в спорте, прямо вот в спорте, в спорте постоянно. Спортивная жизнь в гимнастке, она не такая уж долгая, поэтому в 20 лет я уже закончила заниматься, я достигла того, что я смогла на тот момент, и потом у меня жизнь изменилась. И вот когда она мне изменилась, я вот сказала, что я так наелась спортом, что я больше не хочу вообще, даже зарядки делать, честно. Я там была в шоу-бизнесе, там была в балетах, в шоу-балете, потом была в группе стрелки, 4 года отработала, и потом я постречала своего мужа будущего, а он у меня вот по жизни вообще спортсмен. Мне кажется, он, ну, он и родился в такой семье спортивной, как бы, ну, папа у него спортсмен, до сих пор еще великий спортсмен, и он был приучен с детства делать зарядки. Для меня, потом, когда мы начали встречаться вместе, я видела, каждое утро он делает зарядку. И, наверное, вот это было для меня примером того, что мне надо, наверное, все-таки опять еще раз начинать, с того, чтобы для себя, для своего здоровья делать приятно, для своего тела делать приятно. Я долго сопротивлялась, потому что внутреннее вот наше вот это подсознание такое, которое говорит, надо, надо делать, да, для тебя это хорошо, а мозг-то говорит, ты что, ты столько пахала, давай-ка ты отдыхай уже. И вот это сопротивление у меня все-таки было, но недавно, можно сказать, я уже осознанно прочувствовала и поняла, что, наверное, без утренней зарядки, без утренней помощи к своему организму весь день он такой не очень активный получается. А вот когда ты с утра уже проснулся, даже уделил себе там всего лишь пять минут, это потянулся в одну сторону, в другую сторону, да, там, сделал несколько приседаний, там, сделал там йоговские какие-то упражнения, там, буквально два-три, немножко потянулся, и все, ты уже понимаешь, что ты идешь к умывальнику уже бодрым, уже состояние другое. Ты смотришь на себя в зеркале уже улыбающееся, понимаете, ты улыбаешься уже себе. И я это уже, знаете, как бы поначалу стало, мне было тяжело делать это, я думаю, ну, я вот попробую две недели. А через две недели я уже не могла остановиться, потому что это уже входит в твой режим дня. Уже эта утренняя зарядка, это твоя основа. Это как ты присыпаешься, все равно ты же идешь умываться. Хочешь ты, не хочешь, но ты идешь умываться и чистить зубы. Также вот эта вот зарядка, только эта зарядка уже помощь организму своему. И вот мои сейчас вот там 48, я понимаю, что я только сейчас начинаю заново как бы ощущать и чувствовать свое тело уже по-другому. И это прекрасно. Я, наверное, хотела бы дать всем такой заряд бодрости на утро и предложить попробовать утро начинать с зарядки. Не с активной, а сначала чуть-чуть немножечко с растяжки. А потом уже для себя кто как поймет, да, прочувствует, так и продолжайте. Но зарядка, я все-таки считаю, что это, наверное, самое первое полезное, что мы можем сделать для себя с самого утра. На самом деле, вот вы сейчас говорите, у меня такие инсайты. Я вообще не спортивный человек, но вот сегодня тоже в свои 48 лет только начала приходить к тому, что я неправильно вот этот баланс применяла в своей жизни. То есть у меня как? Либо забег на пределе усилий воли, ты там челленджи какие-то спортивные принимаешь участие, а потом ты быстро выдыхаешься и говоришь, что я вообще не хочу даже слово спорт слышать. Вот, да? А когда ты действительно в гомеопатических дозах каждое утро, там, когда хочешь растяжку. Вот сегодня мне захотелось, я пошла на кардио. Там, когда ты действительно захотела, с гантелями потанцевала. Вот когда ты слушаешь свое тело, когда ты в кайф, вот в этом, наверное, какой-то и лайф-баланс в повседневной жизни и получается. Да, конечно. Слушать свое тело, наверное, знаете, вот если нас сейчас будет слушать молодежь, они скажут, что это? Что это такое? Вот, например, у меня там дети, старшему 21, младшему 19. Я говорю, прислушивайтесь к своему телу. Старший говорит, мам, да оно все нормально у меня там, вообще не парься там, да, все в порядке. А вот младший ближе ко мне, такой, ну, как бы на моей волне уже на такой, на волне тета-хиллинга, знаете, такой вот, вот это волны принимает. И он говорит, да, я уже ощущаю, чувствую, что, например, если ты там что-то не поделал, у меня уже начинает там ломить немножко так. Ну, просто у меня младший тоже был в спорте, в таком именно, в прыгучем, да, он там на батутах был, он был профессионально, ну, как бы профессиональный вид спорта, это олимпийский вид спорта, батуты. Вот. И он и фристайлом занимался, они вообще все у нас спортсмены, один и второй, да. Но вот младший на своем теле он прочувствовал, потому что у него были травмы. И сейчас он уже ощущает это, в свои даже 19 лет он говорит, да, мам, я понимаю, что к своему телу надо прислушиваться. Вот. Поэтому вот разница, да, вот одного ребенка он там чувствует, не чувствует, а второй вот уже вот ощущает это. Поэтому мы начинаем ощущать это, когда мы уже с возрастом, с возрастом приходят. Но вот, пожалуйста, товарищи, люди, сколько бы вам ни было, начните это делать сейчас. Вот прямо сейчас. Не откладывайте на потом. А вы можете сейчас закладывать себе базу такую, что потом вам уже будет гораздо легче и проще, и ваше тело будет благодарным вам. А не тогда начинайте, когда уже там, как говорится, петух клюнул в одно место. И мы на самом деле сейчас вот так как-то плавно даже сделали какие-то рекомендации, потому что понятно, в чем состоит основа, да, там, скажем, в планировании и расписании, там, в спортивной семье. Она начинается с зарядки, причем это не в том представлении, что все бегут срочно на стадионы, что-то там отжимают, отжимаются, бегают. Нет, это действительно очень важно чувствовать свое тело. Мы же все разные. Кому-то действительно, у кого-то вот есть потребность просто в силовых ежедневных. Я встречала таких людей, я восхищаюсь этими королями метаболизма, они потому что еще и едят много, то, чего я не могу себе позволить, да. А некоторым дыхательная нужна гимнастика с утра. Вот, вот. Кто-то посидел перед зеркалом, помедитировал, подышал там, да, там, и все, и он уже готов танцевать эту жизнь, что называется, да. Вот еще такой вопрос тоже в тему, не уходя далеко. Мы понимаем, что нужно чувствовать свое тело, и если вдруг тебе вот хочется, знаете, такой период, я не знаю, как это, как период вредности какой-то, вот, позависать над сериалами, не знаю, там, с банкой мороженой, я не знаю, есть такое у спортсменов или нет, вот у меня такое бывает. Ну вот есть такие, особенно у женщин, да, в определенные там периоды жизни, что нужно делать? Договариваться или идти во все тяжкие? Я считаю, что если организм это требует, значит, это ему необходимо. Вот, ну, мы же чувствуем, когда нашему организму хочется спать. Правильно? Мы закрываем глаза и спим. Вот если организму хочется полежать, почему мы говорим, нет, не надо лежать, да, там, не надо тебе это делать, нет, надо сделать это, только везде должна быть какая-то грань, да, вот, не перебарщивать, не уходить в состояние повседневности, да, вот этой вот лени, вот этой. Как бы ты себя пожалел, ты принял то, что организм требует, потом встал и пошел дальше делать его. Потому что бывает такое, что в день организму необходимо там на 5 минут застопориться, да, вот отдохнуть, выдохнуть, как говорится, да, вот просто сесть, посидеть, подышать, восстановиться, да, потому что за это время организму нужно восстановиться. Сделал вдох, выдох, там, кто-то медитацию делает, кто-то просто посидел, там, отключился, там, да, на 5-7-10 минут. Открыли глазки, встали и пошли дальше сделали. И это если есть такая возможность. Ну, мне кажется, у каждого человека есть возможность отойти в сторону, там, да, присесть на 3 минутки. Конечно. Перезагрузиться, как это говорится, да, и пойти дальше. Если организм требует, если ему нужно, сядьте, посмотрите сериал и съешьте своё мороженое. Понятно, да, если мы понимаем, это мороженое в 12 часов ночи, это уже другая история, да. Может быть, нам не мороженое нужно съесть, а какие-нибудь там овощные чипсы, да, там, ну, что-то такое, когда сами делаем, да, что-то из овощей такие. Ну, какую-то альтернативу мы можем себе найти. Если ты на одной волне со своим организмом, у вас всё будет хорошо. И выглядеть вы будете хорошо, и кожа у вас будет хорошая, и захочется вам зарядку сделать. Вот только так, когда вы ощущаете и чувствуете самого себя. К этому не то, что надо, многие говорят, к этому надо прийти. Вот вы уже там взрослые, поэтому вы можете это ощущать. Нет, неправда. Это может ощущать каждый человек, даже ребёнок, подросток. И есть сейчас вот такая тенденция, которая очень радует, с детства научают детей слушать своё тело. То есть даже мы говорим, да, что ты сейчас чувствуешь, да, даже мы обращаемся, что ты чувствуешь. Родители должны больше времени уделять своим детям в самом начале, да, как мы говорим, когда оно наше, наше зерно растёт, да. И что мы им показываем, как мы сами делаем, так же и будут делать наши дети. Они же как губки, они же дети. Это наше отражение. И то, что мы им показываем, так они и продолжают делать. Быть, ну, как обычно, да, это всегда, мы ничего нового-то и не придумываем. Всегда быть примером для своего ребёнка. Если ты ему говоришь, нельзя есть там мороженое на ночь, там, да, или там шоколадки и конфетки двенадцатилетнему ребёнку, который полнеет, мы видим, да, что он уже там огромненький, да, нельзя это есть. А сам идёшь и ешь это мороженое, закусываешь шоколадку, конечно, ребёнок скажет, папа, а ты что делаешь там, да. Или, мам, ты говоришь, заниматься спортом, а ты что, сама-то ничего ни хера не делаешь. Как бы это, да, это, наверное, важный момент. А тогда хочется ещё плавно перейти, а как строится культурный отдых в спортивной семье? Культурный отдых в спортивной семье. У нас, если мы куда-то уезжаем, да, говорим, ну, просто мы живём, мы уже взрослые родители, и у нас взрослые дети, мы живём раздельно. Раздельно живём, потому что я приняла в один момент, что у меня вот такая очень сильная связь со старшим сыном, и когда я заметила, что у меня старший сын начал спрашивать разрешение, можно ли я пойду погулять в 19 лет, я сказала, стопэ, я говорю, что-то здесь не так. Я говорю, это уже переходит границы. Я мужу сказала, говорю, Тим, я понимаю, что им комфортно, что они пришли, дома всё готово, всё чисто, всё убрано, всё замечательно и прекрасно, говорю, но это уже вот прям вот зашкаливает. Мы собрали вещи и съехали с мужем. Не детей выгнали из квартиры, а детей оставили до квартиры одних, а сами решили снять такой небольшой танкаус, и вот с собакой переехали на землю, можно сказать, с квартиры. И вот тогда проявилось, что мой младший сын, наш младший сын, он до такой степени самостоятельный, ему это вообще было в радость. Ему тогда было 17 лет, несколько 16 лет, по-моему. Да, он ещё в школе учился, признаюсь. А старшим было 19, около 19. И вот старший такой сразу, знаете, как есть это, такой, мама, а где, а как интернет-то, что у нас нет интернета, да, туалетная бумага там, да, откуда берётся. Не до такой степени, конечно, но было трудно им, было трудно. Вот, потом, наверное, спустя полгода мы не приезжали к ним. Супер. Я сказала, говорю, до этого как раз я их подготавливала, я их научила готовить. Они готовят спагетты, баланезы, шницы, лесами там. Ну, я знаю точно, что они сами себя прокормят. Мы присылали им там, потому что они обучаются, мы присылали небольшое количество денег, чтобы они могли купить себе питание и сами себе готовить. Также они убирали с дома на все товары, тоже как бы деньги присылались. А старший параллельно начал уже подрабатывать видеосъёмками, и он уже говорил, да, мам, я сам могу купить. И вот эту самостоятельность мы... Молодец. То, что привили, у нас появилась как бы такая возможность там съехать, и так они начали расти. И вот, наверное, этим примером, что я хочу донести людям, что даже живя вместе, если у вас есть возможность, да, давать детям не то, что свободу, а чтобы они могли сами действовать и не сидеть у вас на шее, да, именно проявлять себя, как они сами хотят. Если есть такая возможность, дайте им это. Они быстрее становятся самостоятельными. И вот этот вот вход в самостоятельную жизнь, они уже, к 20 годам они уже точно будут самостоятельными, и будут знать, что они могут рассчитывать на себя, только на себя. И вот поэтому, когда мы живём раздельно, у нас есть моменты, когда, например, мы звоним детям, говорим, дети, мы там поедем туда-то, вы с нами поедете? Они говорят, о, конечно, родители, с удовольствием. И вот мы, вот, например, опять же, вот мы зимой собрались и приехали сюда вместе на лыжи покататься в этот же замечательный наш отель. Мы проходили разные медицинские здесь процедуры. То, что здесь вообще просто шикарнейшие, просто шикарнейшие медицинские центры, я считаю. Вот, и спа тоже великолепнейшая. И днём, весь день они катались в горах были на лыжах, там, на досках, на лыжах. Я впервые в этом году встала на лыжи. После своих всех травм я сделала операцию на колени, и, наконец-то, я встала на лыжи, моя мечта сбылась. Именно здесь, в этом отеле, на этом курорте, я здесь, прямо на этой горке, встала на лыжи. Потом также, вот, например, летом куда-то мы садимся в машину, выезжаем или в Питер, или там на Валдай ездили. Дети очень любят с нами отдыхать. Ну, как мы отдыхаем? Хорошо мы отдыхаем, мы культурно отдыхаем. Сказать, что ходим по музеям по Москве, ну, нет, конечно же, конечно нет. Дети, они сами со своими девушками собираются, ходят там с компаниями и по музеям, и в ночной клуб могут сходить, и в бар могут сходить, и в кинотеатр как бы. Мы у нас с мужем отдых, он такой, так как неделя такая рабочая, если брать, например, лето, вот сейчас, да, вот летом, вот мы последний раз, он мне сделал подарок сюрприз на день рождения, на февральское, 15 февраля день рождения, вот он мне сделал поездку. И вот после этого мы вообще никуда не уезжали, даже на выходных тоже бывало так, что мы работали. И вот сейчас, вот конец августа, и вот мы впервые выехали, именно сразу же куда поедем? Поехали к вам. Сразу же в этот отель замечательно, потому что здесь на выходные... Это прекрасно. Да, за три дня мы можем перезагрузиться немножко, и опять приехать домой в Москву и в рабочий режим. Конечно, качество времени, проведенное вместе, сложно переоценить, просто нужно подбирать под свой темпоритм, под какой-то свой график семьи и так далее. Вы вот совершенно правильно сказали, что вместе мы как бы там в театр, в кино, наверное, нет, но отдельно они, да, со своими компаниями, потому что свой круг интересов уже формируется. Оксана, я вас благодарю за ваши такие подробные ответы, и даже больше мы расширили, чем хотели, затронули тем, да. У нас сейчас, дорогие слушатели, наступит время вопросов для Дмитрия, а вы как раз сравните, насколько на одной волне муж с женой, спортивной семье, профессиональные спортсмены, еще и родители, в общем-то. Ну и прошу вас пожелать нашим слушателям что-нибудь. Самое главное, конечно же, будьте все здоровы. Самое главное, будьте здоровы. Занимайтесь спортом, не могу сказать профессиональным, но для своего тела, для себя, для души. Будьте счастливы. До свидания. Спасибо большое, да, мы с вами прощаемся, а с Дмитрием здороваемся через пару секунд. И у нас на связи Дмитрий Ешанькин, заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта России. Дмитрий, первые вопросы такие же. За что вы выбираете «Роза Спрингс»? Ну, во-первых, зимой за каталку, за то, что можно выйти прямо из проката, взять лыжи и сразу буквально в нескольких шагах сесть на подъемник и подняться в гору и спуститься так же прямо вот тебе в отель можно прямо заехать на лыжах. Это фантастика. А весной, осенью или летом это сумасшедшие прогулки, это потрясающие пейзажи, это чумовые виды, это вкуснейшие рестораны, надо сказать. Ага, да. Так что, любимое место. И вот там есть кроссфит-зальчик прямо вот рядышком совсем и площадочка для воркаута, где ты вот этим безумным видом на горы тренируешься и получаешь такую энергию и, кстати, офигенные фотки. Это немаловажно. Я не ожидала про фотки, конечно, но это правда. Так, хорошо, тогда концепция лайф-баланса и спорта, вот этот вот баланс спорта и жизни глазами профессионального спортсмена, как это выстраивается, вот начиная с утра? Мне кажется, это всегда какой-то настрой и то, что мысли, вот как, не знаю, говорится. Мысль – это начало поступков. Поступки – это складывается в ваши привычки, а привычки создают характер, что-то в этом духе. Сто процентов, да. И вот эта вот мысль первая с просонью. Что ты будешь делать? Чем ты сегодня будешь заниматься? Какой тебя ждет день? И мне вот тренер или отец в свое время очень давно вот так вот. Нас ждут великие дела. Он говорит, с добрым утром. Нас ждут великие дела. Сегодня прекрасный день. И ты такой сразу, то есть, ага, а что такого хорошего я могу сделать сегодня? И вот чтобы что-то делать хорошее, ты сам должен быть крепким, здоровым, сильным, энергичным. А чтобы быть сильным, энергичным и здоровым, нужно, соответственно, немножечко себя как-нибудь вот в эту сторону двигать. А это, естественно, утренняя зарядка, а это правильное питание, а это найти время для тренировки, что даст тебе возможность в будущем, день за днем и за дня в день, долгие годы, делать большие, хорошие, добрые дела. Короче, самые великие дела начинаются все равно с первого шага. Это даже с мысли, наверное. С первой мысли. И вот эта мысль, когда, ой, опять понедельник. Ой, опять на работу. Блин, опять вставать. Ой, а я не выспался. И вот это нытье постоянно создает как раз человека, создает его характер и создает его жизнь по итогу. И чем раньше мы это осознаем, что да, нужно стремиться к чему-то большему, хорошему, и заставлять себя думать и мыслить позитивно. И это в итоге меняет жизнь. И жизнь становится яркой, светлой, доброй и классной. Вы знаете, вот у меня сейчас так спонтанно родился такой вопрос, ассоциация. То есть понятно, что вы выросли в спортивной семье, и вот эта вот фраза «Нас ждут великие дела». У меня вдруг возник такой образ из интернета. Вас очень часто сравнивают русский Арнольд Шварценеггер, да? И вот это вот из категории «Нас ждут великие дела». Вы всегда понимали, что это будут какие-то лидирующие позиции в спорте? Ну, мне всегда хотелось чего-то достигать. Ну, во-первых, это детские книжки, фильмы, мультики, которые попадались, они всегда мотивировали на какие-то поступки, мужские поступки, геройские поступки. Может быть, это связано с нашим пионерским детством, но, тем не менее, это всегда желание чего-то большего. Занятие тяжелой атлетикой в детстве и борьбой это стремление стать олимпийским чемпионом. Приход в бодибилдинг это стремление стать мистером Олимпия. Когда мы начали тренировать спортсменов, то это нужно так, чтобы спортсмен вышел на мистер Олимпий, он вышел на мистер Олимпий. Если мы проводим соревнования, то это должны быть лучшие соревнования в стране. И мы к этому идем. И иногда у нас это получается. Как бы мы одного года, и я просто понимаю, что было в нашем детстве. Это такое. И потом и лихие 90-е и так далее. Далеко не все вышли на лидирующих позициях в спорте, где угодно, но не в спорте. И это было вообще-то сложновато. Я просто про то, что вот эта закалка изнутри в семье, сын, вставай, нас ждут великие дела, и все-таки это и возымело свой результат. Как зернышко было. Мне почему-то это так кажется. Это важно, это я плавно подвожу к тому, что важно, как вы воспитываете и чем вы взращиваете своих детей. По проценту. Абсолютно точно. Все вот это вот идет из семьи, конечно же, очень много. И наши привычки, наши привычки в том, что мы делаем, как мы питаемся, как мы воспитываем своих детей, как мы любим своих жен, это очень много идет как раз из семьи. И стараемся с Оксаной, с Ксюшей создавать вот эту вот семейность и продвигать, что ли, пропагандировать. Мы проводим состязания эстафету «Мама, папа, я спортивная семья» и привлекаем как раз спортивные семьи для участия. Это объединяет семьи, это дает им какую-то тоже такую и мотивацию, и возможность поучаствовать в состязании, где-то занять какое-то там место или просто получить медальку за участие. Но это такой семейный праздник, и это такой маленький плюсик в семейной традиции, в копилку вот этих вот событий, которые ребята проживают вместе с родителями. А вот существует такое, как сказать, ну, мнение бытует, что все, что связано с ЗОЖ, со спортом, что, типа, это такие какие-то скучные привычки. Но это ведь не скучно, вот вы питаетесь наверняка по большей части какими-то такими осознанными выборами, да, в еде. Вы делаете там ежедневные какие-то упражнения и так далее. Это же не скучно? То есть для вас же это кайф определенный? Конечно. Ну вот даже касательно питания, есть правила внутрициологии, чтобы получить максимальное количество питательных веществ, необходимых для нашего организма, нужен рацион из как минимум 40 различных продуктов. Это огромное разнообразие. Если каждый из нас просто проанализирует то, что он ест в течение дня, как правило, это 10-12 продуктов, которые мы употребляем на постоянной основе. А это ведет к дефицитам, а это ведет как раз к такой рутине, надоеданию. И здесь хочется, опять же, разнообразить и что-то получить, как-то себя порадовать. И сюда в ход идут как раз фастфуды, улучшители вкуса и сладости, а иногда и алкоголь. Как это ни печально. Как раз во многом из-за дефицитов, из-за недостатка минеральных веществ, недостатка витаминов. Поэтому здоровое питание это как раз о разнообразии. И когда это продукты натуральные, качественные, они всегда вкусные, они ближе к природе, и это организм испытывает такую радость. Не пучит, не утомленный, у тебя всегда много энергии, ты всегда чувствуешь себя бодрым. Это как раз питание не только тела, но и мозга. А это ваша активность, ваша энергия. Ну и что касается физических упражнений, это как раз те эндорфины, которые мы получаем, занимаясь. после тренировок какой-то кайф испытываешь и огромное удовольствие испытываешь от того, что видишь себя в зеркале и то, что тебе нравится твое отражение. А вот это не каждому дано. Да, здесь я прям вздохнула и согласилась, что называется. Ну, то есть я просто к тому, что, например, если бы попробовать такой челлендж и, например, неделю попитаться вот по правилам, по канонам нутрициологии, например, чтобы в течение дня у вас там был ваш рацион наполнен всякими микро-макро-нутриентами, то есть там поразнообразить, и ты действительно поймешь, что для ведерочка мороженого уже нет места для чипсов, уже не хочется, да? Да, совершенно верно. То есть, когда мы что-то, чипсы, попкорны, мороженое, это мы всегда авансом берем из будущего, а когда мы отдаем в виде энергии там спортивной, то есть это мы всегда такой вклад оставляем в банке своего здоровья. У меня какая-то такая метафора, да, родилась. Ну, это моя проблема, я ее решаю, к 48 годам что-то начала понимать. Из города в горы. Мы с Оксаной говорили по поводу досуга семьи, ну, вот по чесноку, как профессиональный спортсмен позволяет тебе лениться, если позволяет? Ну, я уже не настолько профессиональный спортсмен, уже закончил спортивную карьеру 10 лет назад, скорее, как тренер и там мужчина, который зарабатывает для семьи, отец, как лениться. Лениться мы любим на диванчике полежать и посмотреть сериальчики, как все нормальные люди. И даже, ну, когда я чувствую там лень, или нагрузки, или действительно эмоциональная такая усталость от большого количества людей, событий, мероприятий, съемок, то я засыпаю. Я просто сплю. Вот там буквально пару дней назад я пришел там в 5 домой, в 6 я уснул, в 8 проснулся. Потом походил, что-то поделал и в 11 снова лег спать. То есть есть время для сна, и это самое лучшее. А вот профессиональные атлеты, я сейчас работаю с Кириллом Капризовым, например, там Илья Ковальчук, Женя Малкин. То есть вот у Капризова есть расписание. То есть он проснулся, позавтракал, поехал в лед, после льда у него перекусик небольшой и едет ко мне в зал. То есть после льда, то есть это уже нагрузка, это уже полтора часа интенсивной нагрузки. Потом полтора-два часа эта тренировка в зале, и он едет спать. То есть независимо от того, какие там друзья, поездки, интервью, он едет спать. У меня говорят, сейчас обед и сон. Давай мы сейчас перекусим, я поеду посплю, а потом уже посмотрим, что дальше. И вот это профессионально. То есть его нагрузка, это максимальная нагрузка, предел для организма. И чтобы восстановиться и жить дальше, и продолжить этот режим и тренироваться завтра с той же интенсивностью, нужен сон дневной. Вот это профессиональный подход. То отдых, это всегда природа, это общение с близкими, родными, любимыми людьми. Это наша собака. Класс. Прекрасная наша собака. И вот мы с Ксюшей утром или вечером гулять с собакой, мы что-то болтаем. И я вот иду и ловлю себя на мысли, что это счастливое время, что это классное время, что я вот сейчас здесь, в этом месте, в это время, в этом возрасте. И это здорово. И это никогда не повторится. Да, это супер. Вот этот кайф быть в моменте. Вообще меня очень радует тенденция, конечно, последних там 20-25 лет, как люди, молодёжь развернулась в сторону здорового образа жизни, потому что мы, конечно, по молодости повидали всего и страшного, и печального. И это такой кайф, что сейчас вот этот вектор поменялся. Это просто... Я как тоже, как мама, как уже бабушка, даже наблюдаю вот этот момент и думаю, как классно, как здорово. Они когда в школе ещё учились, буквально там пару лет назад, они говорят, слушай, у нас там, пап, можешь подсказать мне программку тренировок? Я там с друзьями поделюсь. Они тоже начали ходить в зал. А девочки у нас, пап, ты знаешь, говорит, они все качают джоку. Они все качают попу. Сейчас модно. Модно, да, модно, чтобы талия была, модно, чтобы были там ягодички. А ребятам модно, чтобы был пресик, и вот, чтобы плечики, ручки. То есть там буквально уже в школе они начинают все качаться. И сейчас как бы вот такая, мода, что ли, и слава богу, что если ты не занимаешься, ты ненормальный какой-то. То есть если у тебя абонемента в зал нет, ты что, больной, что ли? Ну как так? Да. То есть это прям стало нормой жизни. Это здорово. Да. 25 лет об этом говорим ежедневно, там, везде, на всех ресурсах, сначала журналы, сейчас интернет, что заниматься надо, что для человека необходимо двигаться, что это важно и нужно. Да, это даже, понимаете, даже не то, что абонементы, вот сейчас интернет, вот, пожалуйста, абонемент купил какой-нибудь там платформы, сейчас много очень всяких онлайн-платформ, было бы желание, ты можешь и дома заниматься. Меня еще и радует, что тут еще у нас, как бы все начинается же с перекосов, сначала мы во что-то одно впадаем, потом в другое, а сейчас уже такой баланс между ментальным здоровьем и психическим, ну, и физическим здоровьем, и люди начинают балансировать, и вот как раз, кстати, концепция лайф-баланса в Розе Спрингс про это, и это тоже очень радует, и вкусно мы любим поесть, и красиво понаблюдать, посозерцать, и позаниматься в классном месте, это как раз вот, да, все про это. Наверное, чем бы хотелось на позитивной ноте завершить этот такой бодрый выпуск, чтобы вы поделились секретом, вот всегда ли это успешная семья, всегда ли это команда такая единомышленников? Ну, я же за других не могу говорить, ну, успешная семья, наверное, да, счастливая семья, наверное, да, то есть вот такая крепкая семья, это всегда команда единомышленников, то есть это всегда движение в одном направлении, даже если мы хотим там почудить или поугарать, то мы делаем это вместе. Ну, вот вы-то семья спортсменов, спортсменов, да, то есть неважно, оба ли занимаются спортом или один может заниматься бизнесом, другая спортом, к примеру, да, но все равно внутри это должна быть команда. Я вас благодарю за уделенное время, что вы его выделили из своего краткосрочного отпуска в Розе Спрингс, да, надеюсь, что вы его завершите по полной, так сказать. Ну, и пожелайте что-нибудь нашим слушателям. Здоровья! И прислушивайтесь к организму, делайте то, что хотите, но не во вред себе или окружающим. Будьте счастливы. Да, спасибо большое. У нас сегодня была прекрасная спортивная семья Ишанькиных, Оксана и Дмитрия. Вы оставайтесь на нашей волне. Я напоминаю, что все полезные ссылочки в описании каждого выпуска. Скорее всего, мы здесь оставим ссылочки на ресурсы Дмитрия и Оксаны. И будьте здоровы. И до новых встреч не только в онлайне, но и в оффлайне. Пока-пока. Из города в горы. Истории Розы Спрингс. Истории Розы Спрингс.